Саламуля Гамаджоба, молодые! 2020-й подходит к своей кончине. Все готовятся к Новому году, я вот мандаринами затарился, а вы, наверное, до сих пор свою музыку слушаете, да? Не надоело? Ладно, за ваш вкус я вас осуждать не буду, каждый слушает, что его душе угодно. Но лично я, при виде некоторых персонажей, сразу ставлю себе в ведро под ноги и пользуюсь своим фирменным приёмом. Сегодня я покажу вам несколько музыкантов, которые хайпанули в этом году во многом, благодаря своему экстраординарному и вызывающему поведению. Запасайтесь курагой и оливками, с вами ваш постоянный решал осенька-бати, погнали! Саламуля Гамаджоба Все началось еще в бородатые времена, когда Дава М, где М это мудак, снимал социальные ролики примитивного и поверхностного содержания, мораль которых не выходила за рамки «Уважайте ветеранов», «Не унижайте инвалидов», «Не давайте плохой пример детям», «Не берите в рот» И только самый отсталый мог поверить в то, что Дава действительно хочет донести до людей какие-то правильные ценности. Затем Манукян встретил Улю Бузову и на этой почве в нем открылась новая способность. Оказалось, что универсальный солдат может даже петь хорошие песни, но наступает карантин и Давид не упускает возможности поторговать ебалом и в этой теме. Он затаривает фургон гречки, печатает свое ебало на плакат, а затем едет раздавать крупу всяким бабулькам. Но прикол в том, что на тот момент гречка вообще не была в дефиците, а Давид лишь хотел получить свою долю просмотров, прикрываясь благими делами. А ролик без монетизации и рекламной интеграции помог от чистого сердца. И помните, ранее я сказал, что Дава открыл в себе неплохие способности в музыке? Так я не спиздел? Как же бесит эти давно забытые Сереги и Филиппу Киркоровы, которые только и хотят, как похайпится на популярном Давиде. В это время я всерьез заинтересовался поиском хорошей музыки. Я облазил кучу сайтов и ресурсов и наткнулся на ютуб канал Сони Цвета Музыки. На этом канале Соня исполняет песни собственного сочинения, сопровождая это собственной аккомпанировкой. Помимо этого на ее канале имеются красивые каверы на известные хиты. От Сплина до Клавы Коки. А также переводы иностранных песен. Скоро рассвет, выхода нет, ключ поверни. Самая обычная топ-стори, то насветили я топ-стори. Но этим Соня не ограничивается и разбавляет и без того хорошее исполнение блогами для людей, интересующихся музыкой. И все это дополняет очень яркий визуал. И глядя на ее контент, сразу очевидно, что Соня талантливый и разносторонний человек, способный удивить и вдохновить любого музыканта. В общем, если ты по-настоящему любишь музыку, то канал Сони может действительно стать прекрасной и отдушиной. А ссылочка как всегда в описании, так что заходи и подписывайся. Для тех, кто родился в пещере, объясняю. Даня Милохин прославился благодаря такому программному софту, как ТикТок. Еще с детства он осознал, что будет популярным и все-таки стал таковым. Даня заслова в ответе. К его основной деятельности лично я не имею никаких претензий. Но снимает парень милые видео под музыку и что, вы че доебались? И как мне кажется, ненависть к Данилу обусловлена несколькими причинами. Во-первых, у простого русского мужчины, который пашет на заводе сутки напролет, в голове не укладывается, как можно рубить капусту, снимая тупые видосики. А потом носить вещи по 300 тысяч русских рублей. Да ты че, охуел? Во-вторых, еще с незапамятных времен у простого русского мужика в голове закрепилось правило. Видишь пидораса? Бей в ебало. И Милохин, по их мнению, уж сильно смахивает на подобного. Из этого можно сделать вывод, что у Дани два врага. Зависть и гомофобия. Но это лишь взгляд общественности. А сейчас я расскажу, за что мне не нравится Даня. Как я сказал ранее, к ТикТок аккаунту Дани нет никаких претензий. Но с какого-то момента Милохин решил еще и писать песни. Но так как до этого ТикТокер не занимался музыкой, все его работы звучат максимально вторично и неуверенно. Просто обратите внимание, насколько неуверенно и блекло Дани читает. Ну и воровством Даня тоже промышляет. Неудивительно, что он быстро нашел с Тиманом общий язык. Ну а ненависть к гандстепу в принципе вполне обоснована. Еще с самого начала карьеры парень смекнул, что лучшим двигателем популярности является эпатаж и образ. Он записывал песни про сиськи-письки, но выстрелить никак не получалось. Затем он залетел на волну клубных треков и получалось вполне неплохо. Все крали и тусеры знатно двигали жопой под его треки. И казалось бы, успех уже у него в руках. Но потом у парня окончательно поехала кукуха. Никогда обычный клубный исполнитель превратился в ебанутого фрика, который всем своим видом и поведением вызывал отвращение. Странные видосы в ТикТоке, очевидный закос под Сикс Найна, подражание Моргенштерну и много всего другого. Ну и этот год можно смело назвать годом гандстепа, ведь за такой короткий период он успел многое. Своровал трек Фенди и выдал за свой. Потом дал пизды Рахиму. Уничтожил Джаррахова. Стрелял из волыны в Субо. Ты достал ствол, как последняя тёлка. И много другой постановочной хуйни, которую вы и так знаете, мои молодые. В общем, ебанулся гандстеп не на шутку, но хоть нас повеселил. И на этом спасибо. В этом году Моргенштерн хайпил, что из сил. Даже сильнее, чем Артур Пирожков, прошу заметить. Под его треке, а-ля «На моём запястье Айс, твоя сука Пеннивайз». Мы знатно отвисали всё лето с друзьями. Но при этом Моргерштейн выбрал очень грамотную пиар-стратегию, без минимума вложений. Ссылка в описании. Когда бородатый техноблогер разоблачил всю тёмную сторону лорда русской электронной музыки, Моргерштейн понял, что даже на этом можно жёстко похайпить. И начал дальше писать в лицо подписчикам. У тех, естественно, в голове возник диссонанс. Раньше он нас всячески лелеял, а теперь так к нам относится. Да, я тоже всё время говорю, что люблю вас, а на деле прошу подписаться только чтоб перед друзьями повыпендриваться. В общем, в какой-то момент Моргерштейна осенило, что можно намеренно воровать песни, намеренно говорить, что работаешь с государством, и намеренно вести себя как последний дебил, и хуже от этого не будет. А перед объявлением первого места я прошу заценить в вас обложку этого видео. Ссылка на автора будет в описании. Во-первых, Лата-4 сегодня – это один из самых популярных и хайповых русских блогеров на ютубе. Положительно к нему отношусь, но лично с ним не знаком. А вообще ставьте лайк, если любите Влада А4 и Глента. У меня вот младший брат каждое утро смотрит новый челлендж от бумаги. Зрелище просто улёт. Кто последний вылезет из гроба? Посадил младшего брата в лего-тюрьму? Я потерял память, пранк над другом! Чего только стоит его флейва. У Глента, например, есть свой личный канал, где на превьюхах он завис с одним выражением ебала. Но вы спросите меня, это же рэп-канал, к чему тут эта персона? А я вам возьму и отвечу. Не прошло и года, как Влад запланился тренды и рекомендации на ютубе, как тот решил ещё и выпустить опишку из четырёх треков. И всем впрочем-то было похуй, но звучали эти песни почему-то из любого видео в тиктоке, из-за чего от Влада А4 начало попросту тошнить. И звучали эти песни, мягко говоря, кринжово. Такие дела, ребятушки. Да, в этом году было много персонажей, которые попали под волну дизлайков и хейта. Но я отобрал для вас самых раздражающих. Тех, кого поносили на протяжении всего года. Надеемся, что в следующем году, когда у меня будет 300 тысяч подписчиков, таковых будет меньше. С другой стороны, во многом этот цирк уродов только этим и интересен. А на этом всё, ставьте лайки, пишите комментарии, и до встречи, молодые! Субтитры сделал DimaTorzok